Ассаламу алейкум друзья, с вами Чечен Синдром и мир вам. Друзья, сегодня хотелось бы вам рассказать вот об этой фотографии, и о человеке что на ней изображен. Многие наверное из вас ее уже видели в интернете, особенно часто она встречается в рубрике Чеченской войны. Не знаю как вы, но каждый раз когда я видел эту фотографию, я думал кто же этот человек запечатленный на этом снимке, и почему он там сидит в таком полуголом виде. Забив поиск, гугл мне выдал множество сайтов с этим снимком. Оттуда я узнал, что данная фотография сделана в апреле 1995 году. Игорем Михалевым под снимком было написано, что на фотографии изображен житель Грозного у своего разрушенного дома. В ходе поиска я нашел эту фотографию, с этим же человеком, только автор этого снимка уже другой. Она сделана в январе 1995 года, французским фото журналистом Жан Полингита. Этой информации для меня было мало, и я продолжил свой поиск. Конкретно по этому человеку практически ничего не было. Но на одном из сайтов я узнал, что этот человек был учителем музыки. Во время январского штурма потерял всю семью, и из-за этого сошел с ума. Вот и ходил везде полуголым. И мало того, что этот бедняга потерял всю свою семью, его в конце концов добил снайпер. Я не знал насколько эта информация правдива, но спустя какое-то время, я смотрел один документальный фильм западных журналистов, про чеченские события, и этот фильм подтвердил историю об этом человеке. Вот фрагмент из этого фильма. Этот мужчина сошел с ума. В дом попал снаряд, и вся семья погибла. А он остался в живых. И у него поехала крыша. Из пожитков остался только стул. Он ходил, прикрываясь этим стулом, как щитом. Как-то раз он шел через площадь минутка, опустил стул, наверное, чтобы смотреться. И его снайпер убил выстрелом в голову. Возможно, он был прав, стул действительно был его щитом. Друзья, это была небольшая история об одном учителе музыки, с очень трагической судьбой. Он стал жертвой той страшной, ужасной и кровавой войны, как и другие сотни тысяч таких же людей. А может даже и к лучшему, что он покинул этот жестокий, погрязший в несправедливости и насилии мир. Наверное, Всевышний забрал его к своей семье. Аллах лучше знает. А если это так, значит ему там хорошо. Друзья, на этом все, это был Чечен Синдром. Всем мира и добра и до новых встреч.